Приветствую вас. Вы знаете, я бы хотел немного получше узнать, за что именно вы испытываете чувство вины. Ведь вы, по факту, плохого ничего не сделали, а мужчина сам к вам приставал, вы отказывали ему 3 часа, и это под действием алкоголя, заметьте. То есть вы понимали, что что-то вы хотите сделать не очень хорошо, но тем не менее все равно мужчина своего добился. Вам только нужно немножко по сознательнее написать вот то, что вы говорите не смогла и повелась. Не смогла что, повелась на что. Вот эти вещи, и с ними нужно быть немножко по сознательнее. Как и, наверное, сознательнее нужно быть тем, что вы употребляете алкоголь, я хочу сказать, что если вы употребляете алкоголь и не можете себя контролировать, то, наверное, в таком случае алкоголь лучше не употреблят. Ну просто чтобы не было таких вот ситуаций, когда вы себя там обвиняете в чем-то. Так вот, мужчина приставал к вам. Мужчина явно хотел вас, и он добился своего. То есть если бы он любил свою девочку, ну действительно, если бы он ее сильно любил, по-настоящему сильно, он бы, я думаю, никогда бы не захотел с вами спать. А так, если он с вами переспал, значит, по сути, у него не было к ней чувств. И это означает лишь то, что у него не было к ней чувств, что вы здесь ни при чем, на самом деле. Что делать здесь все в нем, что возможно у него есть и отдаются чувства к вам, что вероятно он не смог вас до сих пор забыть. Потому что вы расстались и расстались, как я понял, ну не очень хорошо. Да? То есть вы расстались, потом остались с хорошими друзьями, то есть не захотели терять контакт. То есть в этой ситуации вы в состоянии алкоголя сделали все, что могли для предотвращения того, что произошло. Но мужчина этого хотел, и получается вот этого хотели вы. А девушке человек делает одолжение только потому, что если он ей говорит, что он не любит ее, то это значит, что да, сейчас она может быть и будет страдать, сейчас ей будет плохо. Но зато в дальнейшем она обязательно найдет свое счастье, она обязательно встретит того, кто ее действительно полюбит. И я полагаю, что мужчина делает ей одолжение. И вы на самом деле тоже сделали ей одолжение. Потому что если бы, ну мужчина любил ее, действительно если бы он ее любил, то я полагаю, что он бы никогда с вами бы ничего не захотел. Понимаете? То есть то, что произошло, да, то, что случилось, это не ваша вина. Понимаете? Вот. Вы просто ускорили процесс, который, ну, тогда-ка случился бы. Понимаете? И я полагаю, что вы наоборот, в некоторой степени поступили здесь хорошо. Единственное, что, ну вот, не нужно употреблять алкоголь. Если вы себя не контролируете, если вы делаете что-то через, ну не то чтобы через силу, да, а делаете что-то такое, за что вам потом стыдно, за что вам потом неловко. Вот. Вот мне кажется, что не стоит употреблять алкоголь в таком случае, либо пить его, но более умеренно. Вот. То есть ваша проблема субъективная здесь в том, что вы, ну, слишком много на себя возлагаете как бы. То есть вы через чур много берете на себя. Считаете, что вы, ну, знаете, эдакий вершитель судеб. Понимаете? Вот. Ну, вы так считаете, что вы эдакий вершитель судеб. А, на самом деле, вы просто-напросто наблюдаете то, что происходит, эээ, и без вас. Потому что, смотрите, эээ, значит, в том году я встретилась с одним парнем, потом мы расстались, и теперь мы хорошие друзья. Да. То есть вы встречались и расстались. А из-за чего вы расстались? Ведь были же причины какие-то. Вот. Эээ, были же причины какие-то на то, для того, чтобы вы расстались. И, кто это вы, то есть, чья инициатива была, ну, вот, по расставанию, кто захотел расстаться, вот конкретно, кто захотел расстаться. Мне кажется, это важный момент на самом деле. И так же важно, серьезно ли вы говорите про друзей. То есть, не лукавите ли вы. Ну, я имею ввиду, вот, если вы правда, допустим, верите в дружбу между мужчиной и женщиной. Да. То это одно дело. Если вы правда верите. Если вы знали, что человек испытывает к вам чувства и все равно, как бы, с ним дружили. Но это другой момент. Но это все такие детали, просто для того, чтобы вы немного более искренне были с собой. Сами с собой. То есть, чтобы вы себя не обманывали в следующий раз. Потому что, еще раз говорю, если бы мужчина не хотел, то он ничего бы не был. Вот. Другое дело, что здесь есть небольшая такая проблема. Она связана с тем, что, ну, как бы, вот, вы можете быть слишком, ну, слишком сильны в отношениях. Что есть, брать на себя доминирующую роль. А это шревато тем, что мужчины будут от вас уходить. Если вам этого не хочется, то лучше все-таки, если вы позволите мужчине самому решать то, что он делает. Самому мужчине брать ответственность за себя вот в ситуации. Понимаете? По крайней мере, Врослый человек, он этого достоин. На мой взгляд. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.